Добрый вечер еще раз. Добрый воскресный, прекрасный вечер, дорогие друзья. Привет, привет, привет. О, Таймагомедович появился. Привет. Ты мне скажи, как там в Казахстане погода? О, погода у нас самая наипрекраснейшая. У нас уже Новый год, как будто бы. Снег пошел, уже как второй день, сохранился снег. Такой мороз, градусов, наверное, ну, где-то может минус один, а может быть и нулевой. Ты выглядишь, я очень рад тебя видеть. Спасибо, спасибо. Я тоже очень рада вас видеть, Хатай Магомедович. Спасибо огромное вам за то время, которое вы сегодня собираетесь нам выделить. Нас слышно хорошо вообще. Поставьте, пожалуйста, плюсики, дорогие друзья. Если все хорошо слышно, а я буду продолжать вам рассказывать про нашего сегодняшнего гениальнейшего гостя. Прекрасного века. Вы даже не знаете еще, насколько. Но сегодня вы узнаете. Сегодня у нас гостя. О, Хатай Магомедович. Какой классный портрет. Что это? Что это за картины? Ты видела мои другие картины, последние? Я видела то, что вы показывали. Недавно, буквально, вчера. Я сейчас покажу тебе и всем друзьям, которые у тебя там в Казахстане. Покажите, пожалуйста. О, вот это я видела. Это была картина, которую вам подарил Артур, его зовут. А, Алмаз подарил, и я его тоже нарисовал. Алмаз, Алмаз. Да, 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 да. И вы ее дальше смодифицировали. Да. Мне понравилось, как вы объяснили, что за ними окно. И как вы девушку изобразили, такой парящую, такой красивую. Нет, здесь крылья. Видишь, у нее крылья здесь. Вот. А здесь окно. Да, 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 да. Гениально. Друзья. Я была в ГИМО, была в последних выставках в ГИМО. И как раз мне помог ее там организовать и устроить. из Казахстана, мой друг. Да, очень. Да, конечно, конечно. Да. Он учится, ему учится, он будет министром, наверное. Вот. Я его помогаю стать министром. Иностранных дел. А, иностранных дел. Отлично, замечательно. Я так смотрю, у вас очень много знакомых и друзей из нашего Казахстана, с нашей страны. Конечно. И это так радует. Конечно. Друзья. У меня даже вот есть переводчик. У нее четверо детей. Она такая труженица. А как-то мне пришлось по скайпу. Я ей помог. У нее проблема была там. Я ей помог по скайпу. А она потом взяла и решила мне перевести книжечку. И она перевела вон на казахском языке. Смотрите, друзья. Эта книжечка называется «За пять минут изменить жизнь. И с ключом это возможно». Автор этой книги сам Хатай Магомедович. Вот такая прекрасная книжечка. Яркая. Эмблема. Вижу значок. Вижу эмблему. Звезды над нами. И космос на три нас. И упражнение ключа. Полет. Полет. Видишь? О. Это логотип. Вижу. Вижу. Друзья, это логотип. Казахстан я очень люблю. Всех там грустит в Казахстане. Очень много у меня учеников было. Когда я работал и в Махачкале, когда я работал. И в Москве, когда я работаю. Когда ко мне много приезжали в свое время за много лет. Ну а потом страна развалилась у нас. И получилось, что вот так мы разделились. Но я по своей природе человек открытый. Очень всех люблю людей. И потому что для меня самое главное, это люди. Люди. И школа «Человек будущего», которую я веду в онлайн-школу. Кома-футурус. Именно развитие творческих, человеческих качеств. Чтобы все... Вот о чем мы сняли. Атей Магомедович, я хотела бы все-таки вас, если вы позволите, познакомить с нашей аудиторией, чтобы друзья понимали, кто у нас сегодня в гостях. Ну давай. Друзья, если интересно, я хочу рассказать вам о человеке, которого вы сейчас видите на нашем экране. Это гениальнейший человек, которого я очень сильно уважаю, люблю. Зовут его Хатай Алиев Магомедович. Так я называю. Из глубокого уважения. В человеку, который помог мне, который помог моей семье, моей маме, моей сестренке, моим друзьям, моей подруге, да? Моим подругам и друзьям. Вот. Поэтому человек очень серьезный. Как вы видите, с таким добрым-добрым сердцем и красивой улыбкой на него посмотришь, и уже становится хорошо. А когда слушаешь, просто невозможно остановиться. Это я сейчас преувеличиваю, я говорю, потому что на самом деле так и есть. А Сай Магомедович Алиев, он является и писателем, и художником. Человек многогранный, видите, да? Как можно столько всего в себе содержать. Человек и психолог, и философ. Человек, который является автором уникальнейшего метода, которого нет на всем этом белом свете. Называется метод ключ саморегуляции. Саморегуляция, о котором он сегодня и расскажет нам. Человек, у которого есть свой сайт. stress.su, друзья. stress.su. Там на английском набираете? Заходите. Еще есть один сайт, hasite.ru. Это два сайта. Или hasite.ru. Почему я его упоминаю? Потому что сайт stress.su. Там весь архив, история развития метода, начиная с того момента, как я готовил его для космонавтов, для моделирования весомости у человека в земных условиях. А хасай.ru – это более современный сайт. Там и для чемпионов, и для боксеров, и для шахматистов, и шахматистов. Это разного времени. Поэтому, кто интересуется методом ключ, смотрит и там, и там. Ну вот, привет, привет. Значит, есть два сайта, куда вы можете зайти. И о самом авторе, а Хатай Магомедовича, вы можете узнать. Также вы можете там по ссылкам, по этим нашим иконкам, значкам, да. Обязательно, пожалуйста, заходите в YouTube-канал Хатай Магомедовича. Нужно будет подписаться, нажать на колокольчик, чтобы вы всегда были, то есть наблюдали за новостями, всегда были осведомлены о новых каких-то техниках, с которыми Хатай Магомедович на ежедневной основе с нами делится. Поэтому это очень, вы знаете, это важная информация, очень доступная. И на таком простейшем языке, как маленькому ребенку на пальцах, Хатай Магомедович может объяснить свой огромный метод в работе со стрессом. А стресс, друзья, это очень важная сейчас актуальная тема является, да, как нам работать со стрессом, что нам делать в этом мире, когда на каждом шагу постигает нас стресс и так далее. То есть мы попадаем в ситуацию неопределенности. Хатай Магомедович помог людям, попавшим в теракт, вывести из самого острого стресса. Например, теракт в Беслане, и в Каспийске, это и в Кизляре, и в Москве и так далее. Об этом, эту информацию вы можете получить, опять-таки, на сайте. Человек, который готовил программу, то есть военную программу «Марс-500», правильно говорю, Хатай Магомедович? Подправляйте, если я где-то что-то не так говорю. Правильно, правильно, что правильно. Ну, там могут посмотреть, пожалуйста, посмотрите. Да, пожалуйста, смотрите, чтобы мы на это, да, сильно времени не теряли. Википедию просто можно брать по-русски «Хасай Алиф». Нет, вы знаете как, не «Хасай Алиф» набрали, а метод «Ключ» набрать в Википедию. Да, вот так лучше. А еще есть в Википедии, по-моему, ты сделала в Казахстане, да? За что я тебя очень благодарен. На казахском языке в Википедии Насголь помогла сделать в Википедии. За что я тебя очень благодарен, что наши друзья в Казахстане тоже... Молодец, Насголь. Я тобой очень горжусь. Спасибо, спасибо большое. Остань Магомедович, это моя тетя переводчица перевела. Спасибо ей огромное, тете Осия, и моему другу, семейному нашему другу, Батербеку, который занес эту информацию в Википедию. Ну, друзья, сегодняшняя наша тема называется «Как снять стресс, страх с помощью метода «Ключ»». И давайте все-таки зададим вопрос самому автору, любимому Асаю Магомедовичу. Расскажите, пожалуйста, нам, что же все-таки такое метод «Ключ»? О чем? Метод «Ключ»? Метод «Ключ»? Он в двух названиях. Метод «Ключ» — это навык, навык, который у человека в процессе нескольких занятий. Когда человек несколько занятий, вот ты их там научи. Ты же у меня подготовку проходишь. Ты их научи, как специалист, выработать навык, с помощью которого человек в любое время, в любом месте, без всякой помощи со стороны, самостоятельно, может регулировать свое напряжение нервное. И самое главное — использовать энергию стресса для своих новых достижений, как стресс-трамплин. Вот, например, как я картинку пишу. Вот у меня вдруг стресс, плохое настроение, там кто-то позвонил, там что-то случилось, у меня напряжение, да, вот я могу в этот момент это напряжение повернуть в направлении создания шедевра. Да, и у меня рука дома рисует, как бы, как бы, как бы. Но это надо пройти несколько занятий, чтобы они поняли, узнали. Но ты же им поможешь узнать, ты же разбираешься в этом. Помогаю, и буду помогать, буду продолжать у вас учиться профессионально, подготовку проходить, продолжать, и, конечно же, делиться с нашими соотечественниками. А второе значение методных плюшек, ну, первое, значит, это навык, навык, который вырабатывается очень быстро, в отличие от других методов мира. Там есть йога, цигун, альфа-состояние, медитация, там метод сильвы, метод аутотренинга, метод, там, релаксации, там много методов мира, да? Очень много. А ключ самый простой и быстрый, чтобы любой человек, начиная даже со школьного возраста, а, слушай, я забуду сейчас сказать, он же уже в школьном учебнике России часть, 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 одна часть метода ключ уже в школьном российском учебнике по физкультуре для девятых, десятых, один согласный. Круто! Поздравляю вас! Да, да, да. Его долго испытывали, его долго испытывали. Профессор Матвеев, который этот учебник и делает, он крупнейший специалист по стандартам и так далее, и так далее, и он выпустил такой учебник, где там про меня сказано, и там несколько приемов ключа, которые называются синхрогимнастика. Синхрогимнастика от обычной физкультуры отличается тем, что там всего несколько упражнений, но они специально по определенному ключевому принципу подбираются лично под каждого человека. То есть, вот принцип ключа. Что такое ключ? Это главный новый принцип, которого в мире не знают. Это открытие научное, оно уже у меня давно сделано, чтобы каждый человек мог подбирать себе именно свои собственные приемы, свои собственные упражнения, которые у него быстро снимают стресс и помогают лучше решать те вопросы, которые его волнуют. Это синхрогимнастика. Круто. Да, да, да. Потому что там действия, которые человек делает, во время физкультуры, когда человек делает упражнения, он думает о том, как их правильно. А во время синхрогимнастики, а во время синхрогимнастики, он думает, как решить свои вопросы. Например, как провести переговоры, как выступить на сцене, как, например, петь песню там, как рисовать. Ну, это что его волнует в этот момент. Он делает эти упражнения, и тогда происходит синхронизация деятельности текущим состоянием человека. И энергия перенаправляется в направление деятельности. Я вот хочу понять, вот сейчас ответная реакция будет, понятно я говорю или нет? Чем отличается... Для меня понятно? Ну, для тебя это, конечно, специалист. Конечно, для меня это понятно. Друзья, пожалуйста, поставьте от 1 до 10, по шкале от 1 до 10, какую-нибудь цифру, на которую вам было понятно то, о чем сказал Хосай Магомедович только что. Прямо секунду тому назад. Кто слушал внимательно? Час Магомедович называется синхрогимнастика, главная в которой каждый человек, любой человек, может быстро подобрать себе приемы, которые подходят лично ему. то есть вы на это отбираете себе тот прием, который помогает, да, синхронно вашему текущему состоянию вот какое-нибудь действие, которое вы делаете, например, вот это вот, да, какое-то действие, и оно синхронно вашему состоянию подходит вашему текущему состоянию. И когда вы думаете о чем-то, например, о своей задаче, проблеме, о своем будущем, вы начинаете это делать? Да. Вот, например, я пример просто приведу, чтобы всем было понятно. Все приемы основаны на инстинктивных действиях, которые человек и так делают. Например, когда он пойдет, сейчас мороз у вас, увидит там градус, будет холодно, и люди будут дрожать. Такая инстика основана на чем? Что ты сознательно начинаешь дрожать, а потом на этом фоне ты думаешь о своих вопросах каких-то, и вдруг замечаешь, что ты резко успокоилась, а вопросы лучше решаются. Но это принцип. Да. Поэтому, например, если сейчас кто захочет попробовать, пожалуйста, встаньте. Давайте, друзья, встаньте, давайте все встанем. Да? Держи экран, поэтому я не могу встать. Друзья, давайте, вставайте. Просто встаньте, потряситесь, как на морозе. Просто потряситесь, потряситесь. потряситесь а потом сделать это маленький кусочек маленький кусочек методики потом А теперь руки держите перед собой. Это называется ключевой тресс-тест. Удобно держите, удобно держите. Да, и задумайтесь о своих вопросах, о своей мечте, что вы хотите сделать, чтобы вы были счастливы, здоровы, чтобы вы диссертацию быстрее написали, удачно защитили, или завтра у вас концерт, чтобы вы выступили. Ну, о чем вы думаете? Вот на этом одновременно представляю, что руки расходятся в разные стороны, автоматически. То есть надо сделать параллельно две вещи. Представлять, что руки расходятся, задумавшись о своих вопросах, которые вас ловлют. Вот, 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 вот. Это когда руки пойдут, не удивляйтесь. Это идиомоторный рефлекс. Идея вызывает рефлекс движения. И одновременно думайте о своих проблемах. А потом руки положили... Видите, как все так просто? Все очень просто. Это кусочек, да, это кусочек. А потом руки положили и задумались вот так. И задумались на самотек, впустили на самотек. Думать о чем? Думать в состоянии задумчивости. Состояние задумчивости. Да, и вдруг вы начинаете замечать, что у вас голова пустая становится. Да, 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 да. И после этого все ваши вопросы будут лучше решаться. Вот когда вы поймете заниматься своими вопросами, там, петь, танцевать, писать диссертацию, или книгу, или рисовать. У вас все потом лучше будет получаться. Вот вы видите. Потому что здесь барьер снимается. И на самом деле так и происходит. Я когда практикую, сама вот дробную, например, синтро-гимнастику делаю, да, когда мне нужно, я чувствую, что мне сейчас это нужно, я начинаю делать. И причем в любом месте, где бы я ни находилась. Это делаю, у меня есть там свои техники, да. И на самом деле голова у нас за целый день, если так вот понаблюдать за собой, пустой бывает очень редко. У нас какое-то радио в голове все время, оно о чем-то нам помыслило, о чем-то говорят, все время от этого голова болит, все время надо что-то решать, все время что-то в голове, какой-то шум. И тут вот проделав вашу технику, у меня есть там свои техники, причем они очень разные. Я слушаю свое тело, я, например, начинаю с хлеста руками там по спине, или же шалтай-болтай у вас есть, мне очень нравится шалтай-болтай. Так же мне нравится и танец. Да, я вот так вот начинаю болтаться, как-то так, да, и в какой-то момент мое тело начинает подавать мне совершенно другие действия. Во-первых, что-то мне хочется голову налево склонить, вот так вот, и туда, вот назад, вперед. Пряжение лишнего ходит, как будто пара вышла. Вот так и камень сбросила, облегчение происходит. Ну, буквально за полминуты, за минуту. Ну, во время занятий, ну, ты же это научишь, несколько занятий, и у меня появится навык, у вас появится навык, когда вы можете уже без упражнений это делать. Потому что вы же не будете во время экзамена делать упражнений, правильно? А вы дома делаете. Вы дома сделаете, а когда произойдет на экзамен, вы уже будете чувствовать хорошо. А для этого надо во время упражнений мечтать о том, как вы будете сдавать экзамен. И вы заметите, и вы пойдете туда уверенно. О, сердечки полетели, сердечки в вашу сторону полетели. Я уверена, что сердечки Хатай Мгобедовича тоже в вашу сторону летят. О, спасибо, друзья. Да, на самом деле, то есть вы можете потом, выработав у себя такой навык, в любой момент подумать даже об этом. Да? Подумать об этом, что вы это делаете. И снять это напряжение в любом месте. Спасибо, Хатай Магомедович. Я тоже, знаете, все-таки посмотрели, потому что книг же у меня было 20 за всю жизнь. Начиная там от француза, защиты стресса, и на английском, и на французском, и на болгарском. Ну, в общем, пусть интересуются. Пусть друзья интересуются. Потому что, ну, это сегодня лучший метод в мире. Потому что он очень простой, потому что за ним лежит. И работа на террактах, и так далее. Я готовил психологов МЧС, я готовил журналистов, которые улетают в горячие точки, и я спецназы готовил. За этим методом лежит очень большой опыт. Очень большой опыт. И в конечном счете он получился очень простой. Поэтому, знаете, почему он получился простой? Потому что его стал человек, который одновременно и спортом занимался, и военных готовил, одновременно и космонавтов готовил, одновременно писатель, одновременно художник, то есть человек, который разные стороны жизни осматривал. А в обычных методах, которые там есть, ну, кто-то там занимается физкультурой, кто-то занимается там умственной деятельностью. Они вот немножко разные, отдельные друг от друга. А в нашем синергетика разных направлений, в синергетическом их легкие. Поэтому получилось, потому что природа-то на самом деле очень простая. Нам мешает только шаблоны видеть, как она устроена. Поэтому, когда кто-то открывает что-то там, истину, называется открытие. А на самом деле природа-то очень простая. Если бы она была сложной, как бы она существовала? Потому что люди, когда еще и академии не было, правильно? Они же тоже есть, правильно? Значит, организм что-то может делать. А мы как раз обучаем людей делать это сознательно. Сознательно. То есть, то, что вы и раньше сами не замечали и делали это инстинктивно, то сейчас мы говорим о том, что вы это делаете сознательно и целенаправленно. И тогда получается упражнение ключа. Упражнение ключа. Например, я когда подтягиваюсь, утром просыпаюсь, если в этот момент я на пик напряжения посажу свою мечту, как на иголку, например, я проснулся, подтягиваюсь в этот момент, подумаю, отличный будет у меня сегодня день. Вот так. Не забуду подумать об этом. И когда я соединяю это с пиком напряжения, потом так и получается у меня отличный день. Вот вы, например, вышли ко мне в гости. Я очень рад. И мы рады. И мы рады. Такое совпадение, такое соединение у нас сегодня происходит. Дорогие друзья, ваши вопросы оставляйте. Хатай Магомедович, расскажите, пожалуйста, чуть-чуть о том, что значит ключик для каждого человека. То есть ключ, само слово вашего метода, само название ключ, это значит какой-то такой ключик, который человек подбег... Открывает внутренний ресурс, открывает, который у него есть. У него есть отражение. Он родился, у него уже есть все. Генетика дедушек, бабушек, до Адама и Евы, как говорится. У него все есть. Просто надо научиться подобрать ключ к себе. Когда человек по своей натуре, каждый из нас творец, каждый человек творческий, нетворческих людей нет. Человек творческий. Да, но он просто об этом не всегда знает. Он не всегда знает, потому что в школе ему не говорили, ты гений, ты молодец, ты можешь все. Иногда его, когда он задает вопросы какие-то, ему говорят, отстань, сейчас не до тебя. И ему приглушает вот это все. Или ему говорят, ты неправильно думаешь, надо думать вот так, рисовать надо вот так. Вот, и его учат по-другому. А рисовать нужно так, как ты рисуешь. Петь надо, как ты поешь. И поэтому говорят, если ты найдешь себя, свое место под солнцем, ты будешь делать свое дело с любовью. И поэтому у меня есть формула счастья, что она до изумления проста. Хорошо, когда человек делает свое любимое дело, а ему за это еще и деньги платят. Ну вот сейчас, за 15 минут, мы не можем вещь ключа научить показать. Для этого ты есть специалист на сбору. Для этого ты есть, которая практически показывает. А я вот для того, чтобы просто ответить на какие-то вопросы. Кстати говоря, сегодня будет интересно, у меня сейчас будет запись на фейсбуке и в ютубе. Там мне задали вопрос, у меня один приятель хочет стать миллиардером. Вот смотри, я там написал, вам, друзья, для настроения, Алексей Чертухин хочет стать миллиардером. Миллиардером. Это не мой новый афоризм. Потому что у меня есть много афоризмов, но это не мой новый афоризм. Это факт. Я покажу Чертухину ключ. Коммуникатор для установления внутренней обратной связи с самим собой, вызывающий состояние согласования сознания, подсознания и внутренних ресурсов для исполнения желания. Шикарно! Шикарно! Пусть заходят в фейсбук, там посмотрят, или в контакте, там у меня на странице, пусть посмотрят. И мы с ним сегодня будем запись сделать, потом в YouTube выложим. И все друзья в Казахстане, пожалуйста, смотрите, как чертог, как будет становиться миллиардером. Это очень интересно. Друзья, обязательно заходите на сайт Хасаи Магомедовича, повторюсь, стресс.су, там вы найдете иконочки, которые ссылаются на канал в YouTube. Подпишитесь, пожалуйста, обязательно, следите за Хасаемом Магомедовичем, от этого вам плохо уж точно не станет. Сейчас в нашем мире одна очень. Если сейчас у твоих друзей, которые со мной познакомились, действительно вопросы появляются, то я готов еще раз с тобой встретиться, еще раз мы проведем такую встречу. А если вопрос... Отличная идея. Сейчас вот вопрос задали, Хасаем Магомедович, можно ли по вашим книгам, можно ли вопрос задали, можно ли по вашим книгам научиться методу ключ или обязательно нужно у вас подготовку проходить? Сейчас я объясню. Вот вопрос. Сейчас я объясню. Книги разных лет. Первую книгу я написал в СССР, когда мы все были вместе. В 90-м году она вышла, первая книга, в 1990-м году. Значит, она называлась Ключ к себе. Ключ к себе. Она была миллионами тиражей. Но сейчас прошло много лет. Сейчас 2019-й год. За это время я написал в ней много книг. Каждую книгу я обещал пять лет один раз. Потому что в каждой новой книге есть новая часть, которой раньше не было. И поэтому, когда человек берет какую-то из этих книг, он должен понимать, что есть следующая часть. Ну, можно у меня там в Тайте и в Стрессу, и в КСРУ. Кстати, в меню есть магазины, электронные магазины. В электронном виде это есть. Но надо понимать, что это книги разных лет. Самое последнее называется Укращение стресса. Она была... Прочитал прекрасный. ...2011-м. Так я отвечаю на вопрос, может ли человек сам, прочитав книги, выйти на полное понимание и использование книги. 30% людей из любой этой книжки могут получить необыкновенно полезный практический опыт. Необыкновенно полезный. Потому что ко мне писали со всей страны тогда. Ой, как бы была. А остальные, остальные это не могут, потому что у кого-то там какой-то блок есть, зажатость, у кого-то паники, страхи, у кого-то там состояние иное состояние исходное, не для обучения, он сейчас вообще ничего учиться не может, не только по книге. Понятно, там разные люди. А как применять стресс для того, чтобы как стресс-трамплин, то, чего в мире никогда не было, всегда пытались снять стресс, уйти от стресса, восстановиться после стресса. У нас это есть все, есть, есть, есть. Но как использовать стресс, никто не может по этим книгам научиться. Поэтому нужно, чтобы мозгой помогало. Мозгой помогало. А я могу тоже помогать, но у меня очень время, у вас же время другое, чем в Москве, правильно? Очень сложно, а мне, мне же 68 лет, и у меня очень... Друзья, да, Хосай Магомед еще 68 лет. Да, и очень-очень, да у меня правнук уже есть, правнук, правнук. Круто. Круто. Круто такой пальчик, ты что, он уже на ножки начинает вставать. Да, я что, я что хочу сказать, чтобы вы все тоже были здоровыми и счастливыми, чтобы вы все тоже были творческими, чтобы меньше шишек в жизни напили. Поэтому я делюсь с тем, что у меня есть, и могу дать совет какой-то, и так далее. Но вопрос заключается в том, что там, в этом меню магазине есть еще и вебинары, которые мы проводили. Но я думаю, нас будет поможет вам там сориентироваться, какой из них лучше. Потому что школа, хомо-футурс, всех будущих, которые я веду, онлайн, один раз в месяц проводят для всех особый мини-онлайн-курс. здесь за 3-4 часа можно столько много получить. Но для этого надо все-таки шикарные вебинары. Друзья, обращайтесь. На нас будет вся моя надежда, что в Казахстане она как раз таки очень хорошая девочка. Я буду стараться. Давай. Атай Магомедович, если такой вопрос прилетел, а как определить мне свой уровень стресса пишут? Уровень стресса есть индикатор. Два способа. Индикатор напряжения. Вот 10 это шторм, 0 это тишь и благодать. Это шторм, это штиф. Это шкала стресса. У нас называется градусник напряжения. Условно. Да, условно, условно. Это метафора. Ну вот я не знаю какое состояние. Мне надо с чем-то сравнить. Всегда нужно сравнить. Наталья нужна для рояля, чтобы настраивать Наталья. И вот когда у меня есть какая-то внешне обратная связь, когда я смотрю на индикатор, я представил себе условно на каком месте я сейчас 10 это совсем плохо. Это совсем плохо. Но это когда мне все пофигу. И вот я смотрю, где я нахожусь. А, вот здесь сейчас нахожусь. Или вот здесь. И второй тест. Это психологический тест. Градусник напряжения. А есть второй тест. Ключевой стресс-тест. Это я представляю себе расходятся руки. И если я могу найти пустое состояние задумчивости или думать в этот момент о вопросах, которые меня волнуют, что я стану такой здоровый, тремкий, сильный, красивый и так далее. Одновременно делать два дела. Представлять себе, что руки расходятся. Если они пошли, значит я могу руководить собой, избавиться от того, что мне мешает, отпустить руки на движение, и они пошли на автоматы, значит у меня стресса нет. А если я никак это не могу сделать, значит либо в голове у меня зажим сейчас, либо где-то плечо болит или еще. Ну короче этому надо учиться. Конечно есть у нас индикаторы напряжения, индикаторы стресса. Огромное спасибо Хатар Магомедович. Не один, а сразу два способа друзья вам предоставили. Пожалуйста проверяйте прямо сейчас давайте. Слушай, не два, там еще мы сказали просто не совсем заметно когда вы посыпаетесь, когда вы тянете. А да, подтягиваться. Практически не забудьте в этот момент себе сказать целый день будет прекрасный исповяди наш штаб. Просто если вы напряжение положите эту идею на пике напряжения положите эту идею вы увидите какой у вас будет идея. И еще мы сказали вот так подайся как идея и думаешь вдвоем. много вопросов на сколько вам объяснить надо обратить внимание. Да, столько техник было сказано. Конечно. Да. нет. Нет. Это внутри нас есть и вы сами всегда это делаете только вы не всегда обращаете внимание на какие моменты которые вам потом дают эффект. Да, потом после действия. Вы не всегда обращаете внимание. А ключ это обратить ваше внимание на ваши собственные действия которые вы делаете в момент нервного напряжения. например когда вы мягче ногой качаете пальцами жвачку жуете вы думаете почему жвачка пошла по мне только потому что молодушка нет потому что когда человек повторяемые действия делает у него снимается напряжение а теперь когда вы будете повторяемые действия делать сознательно несколько раз потом вы сможете снимать напряжение без всяких повторяемых действий захотел и снял вот короче говоря следующий раз все принцип понятен прям до такой степени все прям так просто спасибо вам за такую очень полезную информацию и если друзья вопросов у вас не осталось если есть конечно пишите если нет не будем задерживать Магомедовича потому что время очень ценно за такой короткий промежуток времени вы получили я так думаю ценную информацию пожалуйста поставьте плюсики если было вам полезно поставьте чтобы мы увидели пожалуйста друзья да Хасай Магомедович ссылка у нас в ресурсе окажется есть в профиле моего инстаграма да там есть и в профиле хасай точка хасай точка у вас Алиев да в инстаграме я вам напишу друзья в сторис это все отправлю я уже писала отмечала Хасай Магомедовича можете зайти на сайт инстаграм на страничку Хасай Магомедович и там же ознакомиться с его работой здесь плюс 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 спасибо какие вежливые там какие вежливые люди слушай они даже кому и не понравилось в Казахстане так сердечко все равно пошло чтобы поддержать я так понял я живу спасибо спасибо вам огромное всего доброго спасибо спасибо ты инициировала нашу встречу спасибо ты молодец пожалуйста всегда с удовольствием всего доброго до новых встреч чтобы творчество долголетия и дома чтобы все хорошо было привет